И три простых правила дифференцирования, которые лучше всего заходят у всех. Словами называются так. Константа выносится за знак производной. То есть любая константа мы пишем как c f' от x. f' от x. То есть не берем производную от константы. Ну в нашем случае что это значит? Если у нас производная от 2x в квадрате, то мы можем сказать, что двойку мы просто выносим, а потом берем производную от x в квадрате. Эта двойка на производную никак не влияет. Производная от суммы. Производная от суммы равняется сумме производных. Производная от суммы это сумма производных. Опять же, как это понимать? Это если у нас производная от синус плюс логарифм, мы можем вычислить их по очереди. Сначала синус производную вычислить, а потом прибавить к ней логарифм и вычислить производную от этого. То есть плюс нам здесь ничего не мешает, ничего лишнего не добавляет. Ну и последнее это производная от произведения. Здесь уже определенная функция, которую нужно запомнить, но она несложная. Это будет f' на g плюс g' на f. f' на g плюс g' на f. Вот, собственно, вот и вся формула. Здесь неважно расположение, расположение абсолютно неважно, но лучше запомнить именно так, потому что в двух следующих функциях это простые правила, которые очень хорошо заходят. А два следующих правила, они такие, повеселее. Первое из правил это производная частного. Это когда одну функцию делим на другую, от этого нужно производную вычислить. Как звучит это правило? f' на g минус g' на f и делим все на g в квадрате, без производной, просто на g в квадрате. Здесь уже у нас важно, что первая производная от f берется, потому что здесь минус. Будьте с этим аккуратны. То есть, почему от f? То, что в числителе. То, что в числителе идет первой производной. И последнее. Производная от сложной функции будет равна чему? Это сначала производная от функции, как бы мы ни обращаем внимания на то, что функция сложная, и потом умножаем это на производную от того, что было внутри. Давайте рассмотрим на примере. Итак, две функции. Возьмем функцию вот такую. Логарифм по основанию 4 от x и логарифм по основанию 4 от 2x. Ну и здесь логарифм по основанию 4 от x плюс 3. Ой, даже не так. Давайте сделаем 3 минус x. Похожая вот так вот. 3 минус x. И логарифм. Ну, давайте не по основанию 4, а по основанию n. Ладно уж. Давайте что-то я загнул. Везде это будет натуральный логарифм. Давайте везде это будет натуральный логарифм, чтобы нам вот эту четверку не нести. Вот. Сейчас все закрашу. 2x нормально останется. Логарифм по основанию 4 здесь тоже все нормально останется. Ну и здесь у нас будет натуральный логарифм, чтобы можно было с ним что-то делать. Натуральный. Здесь тоже натуральный. Здесь тоже натуральный. И здесь натуральный логарифм от x минус 2. И все. Ну, давайте не от x минус 2. Давайте от x в квадрате минус 2x. Вот так. Чтобы все можно было сравнить. И от всего мы должны вычислить производную, чему она у нас равна, чтобы посмотреть разницу между обычной функцией и сложной функцией. Итак, обычная функция, не сложной, простой функцией, где аргумент только x. У стандартной функции аргумент x. То есть производная логарифма от 1 на x это и будет табличное значение 1 на x. Это обычная функция. Эта функция уже у нас сложная. Почему? Потому что аргумент не x, а аргумент умножили на 2. Аргумент будет 2x. Действуем как здесь. Сначала не обращаем внимания, что у нас аргумент 2x. Вообще никак не обращаем внимания. Это будет 1 делить на аргумент. 1 делить на 2x. То, что у нас здесь 2x. Теперь мы от этого 2x должны вычесть производную. Производная от 2x это 2. И о чудо, у нас ничего не поменялось. Точно такой же логарифм 1 на x. Теперь здесь смотрите. С одной стороны кажется, что у нас вроде ничего не поменялось. Функция не сложная. Но любое действие за исключением просто x это сложная функция. Сложная функция. Теперь давайте проверять. Проверять как? Ну что будет? Логарифм на 3 минус x это будет 1 делить на аргумент. Аргумент у нас 3 минус x. Не меняем от этой функции. Умножить на производную 3 минус x. А 3 минус x производная минус 1. Ну и поэтому у нас вообще все получится. Здесь у нас будет, можем вот это убрать, просто оставить минус. Минус 1 делить на 3 минус x. И вообще будет x минус 3. Будьте просто с этим аккуратны. Ну и последняя производная, которую здесь хочется вычислить, это производная вот этой штуки. Это тоже будет единица на x в квадрате минус 2x. И умножить все это на производную от 2x минус 2. Ну и там может быть что-то сократится. Если сократиться, то будет хорошо. Вот. Смотрите. Вообще к любой функции можно относиться как к сложной. Даже к вот этой функции. Любая функция это сложная. Если вы боитесь перепутать, относитесь к любой функции как к сложной. Вот. Как относиться к этой функции? Это логарифм 1 на x умножить на производную от x. А производная от x это единица. Вот. Поэтому ничего не изменится. Вот. Сложная, простая функция тоже попадает под это правило. Вот. Ну это правило дифференцирования, условно говоря. Вот. Дифференцированное это извлечение производства. Ну и...